Хочу поискать Сома и хочу понаблюдать за его повадками. Что из этого получится, смотрите дальше в этом сюжете. В таких условиях Сома нужно искать в траве, если позволяет прозрачность воды, либо под оторванными фрагментами камышей. А так как в таких местах достаточно темно, то нужно использовать фонарь. Вот такая нехитрая конструкция фонаря вместе с камерой позволит мне и снимать, и подсвечивать в тех местах, где будет достаточно темно. Ну а дальше все как обычно. Настойчивость и поиск. На этот раз мне пришлось провести в активном поиске около пяти часов, прежде чем я нашел то, что искал. Очередной ничем не выделяющийся камышовый островок оказался привлекательным для Сома. Один из редких случаев, когда Сом подарил возможность вдоволь понаблюдать за ним в его естественной среде обитания. Спокойно поснимал, после чего тихо включаю задний ход, чтобы отдышаться и попробовать повторить попытку. Здесь видны клубы мути, это я немножко намутил при отходе, но это вдоль дна, а там где рыба, немного повыше и с прозрачностью воды все достаточно хорошо. Заметно, что Сом немного беспокоится. Но размер его не маленький, поэтому уходить он не спешит. Кстати, у него есть отметина на хвосте. В это время года они выясняют отношения со своими собратьями, поэтому присутствуют такие всякие раны и шрамы. Снова тихо отхожу назад. Пробую еще раз. Мелкие рыбки, так называемые предатели, как обычно, находятся где-то рядом с Сомом. Одной рукой придерживаюсь за камышинку, другой подсвечиваю и снимаю рыбу. Кстати, в этот раз переключил фонарь на боковую засветку, без использования центрального луча. Для сравнения картинки, которая получилась на видео, можете еще раз посмотреть разницу с предыдущими кадрами. Сом уже явно привык к моему назойливому присутствию и заметно меньше нервничает. Ну, случай действительно редкий в моей практике, поэтому я решил и четвертый раз нырнуть и поснимать. Но на этот раз максимально близко, насколько это возможно, но только так, чтобы не спугнуть Сома. Ну вот, теперь есть достаточно материала и для сюжета, и для последующего какого-то анализа. Ну что, друзья, еще раз практика показывает, что наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение за рыбой. Только этот вариант позволяет нам расти, позволяет подстраиваться и подбирать те ключики в нашем поведении, поведении подводного охотника, которые рыба допускает, позволяет дольше находиться рядом с собой. Сегодня предстоит ночная подводная охота на нашей прекрасной, красивой и мощной реке Днепр. Каждый подводный охотник хотя бы один раз практиковал ночной вариант подводной охоты. Много факторов влияют на этот выбор. Отсутствие времени днем на свое любимое увлечение, либо плохая прозрачность воды, которая в ночное время при свете фонаря становится хоть как-то допустимой для охоты. Также привлекает более спокойное поведение определенных видов рыбы. Возможен даже такой аргумент, как сравнение вечерней охоты с своеобразной тренировкой вместо дивана, пива или телевизора. Эти и другие факторы влияют на конечный выбор подводного охотника. Но как бы там ни было, каждый использует решение, удобное в первую очередь лично для себя. Лично для меня ночная подводная охота – это уникальная красота созерцания ночного подводного мира. Но обязательно в сочетании с комфортными определенными условиями. Комфортными условиями применительно к зиме я считаю в первую очередь отсутствие льда, плывущего по реке. Ледяные остатки сами по себе очень опасны, а уж тем более в темное время суток. До притечения, когда видимость ограничена. Также считаю, что лучше нырять при слабом ветре и при плюсовой температуре. Такие условия достаточно часто складываются во время зимней оттепели. Что же касается поведения рыбы, то как правило большинство видов действительно в ночное время становятся более спокойными. Но это преимущественно мелкие, неопытные особи. Если же речь идет о трофейных экземплярах, то все гораздо сложнее. Ну впрочем, как и днем. Как ночной, так и дневной вариант потребует от охотника терпения и настойчивости в поиске. При этом, конечно же, не обойтись без систематических тренировок и соответствующей физической формы. Никакой другой вид ловли рыбы не сравнится с подводной охотой в вопросе физической нагрузки для организма и функциональной выносливости. Все способы охот абсолютно разные и рыба себя ведет всегда по-разному. По правилам, понятным только ей одной. А в таких условиях отдавать предпочтение какому-либо одному варианту не совсем правильно. Для лучшего понимания рыбы желательно пробовать разные способы в зависимости от вашего представления, ну и, конечно же, желания. Так уж сложилось, что у ночного варианта подводной охоты есть как поклонники, так и яростные противники. Увидев кадры добычи рыбы, люди, не имеющие представления о специфике подводной охоты, воображают о мнимой легкости и беззащитности, не понимая, что все самое сложное как раз таки остается за кадром. Судить об этом может только специалист данной области. Но хуже всего другое. При этом из виду теряется самая фундаментальная суть. Я же хочу акцентировать внимание на самом главном. Абсолютно любой способ лова рыбы перестает быть законным ровно в тот момент, когда превышается норма, разрешенная к вылову. Действующие сегодня правила рыболовства формировались десятилетиями. И поверьте, не просто так придуманы разрешенные для вылова количество экземпляров и их соответствующий размер. Моё мнение, уж лучше апеллировать не упрёками и запретами, а наоборот, используя доступные в наше время источники распространения информации, общими усилиями выработать соответствующую культуру и сознательность по отношению к использованию биоресурсов. Демонстрация добычи трофея – это не провокация агрессии, а в первую очередь дань уважения к самому трофею и передача позитивных эмоций, которые он подарил подводному охотнику. Внизовье реки Днепр – одна из балок. Здесь, в принципе, все места достаточно живописные и рыбные, но это в особенности. Сегодня со мной будет два товарища. Я думаю, на троих кому-нибудь в любом случае должно повезти, и мы увидим рыбу. Особенностью низовья реки Днепр в нашей области является то, что практически везде есть резкие обрывы у самого берега. Большие глубины и слабое течение. Но в этом есть как плюсы, так и минусы. Минус – то, что нырять можно только вдоль берега. Но плюс как раз в том, что рыба летом тоже не очень любит большие глубины, ведь там холодная вода и низкое содержание кислорода. Поэтому кормиться она выходит как раз-таки вдоль береговой зоны. С одной стороны, наша зона поиска сужается, но с другой стороны, встретить карпов здесь можно только во время их кормления. Как правило, это утренние часы. Но не всегда удается, к сожалению, поймать этот момент. Если вы настойчивы и все делаете правильно, то удача обязательно будет на вашей стороне. Вот яркий пример кормления карпов. На береговом свале муть стоит почти до поверхности воды. Явно только что здесь была рыба. Самое главное в такой ситуации – не нашуметь и, нырнув, тихонько лечь на дно, постараться выбрать участок с границей мутной чистой воды. Обычно в таком случае карпы выходят сразу. Но в данный момент этого не произошло. Я тихо всплыл и предпринял еще одну попытку аккуратно нырнуть рядом с этим местом. Продолжение следует... Ну а вот и карпы. Первого пропустил и следующего чуть покрупнее забрал. Я обратил внимание, что они вышли как-то не очень быстро. Это не свойственно для карпов. Обычно выходят в течение 10, ну максимум 30 секунд. Может повлияло то, что неподалеку ныряли еще два охотника. Ну или какие-то другие, может быть, погодные условия. Другими словами, я понял, что сегодня лежать придется подольше. Но при охоте компанией это не очень удобно. Красивое место, но на берегу сидеть очень долго, ждать, пока вернутся с моря дайверы, с речки. Природа очень красивая, место замечательное. Всем рекомендую. К слову, в этом способе охоты возможно увидеть практически любой вид рыбы. Вот как, например, в этот раз пронеслась стая довольно крупных днепровых окуней. Ну что, норма вылова уже выполнена, поэтому задача несколько изменяется. Просто продолжать тренировку и наблюдать за повадками рыбы. Да и хотелось по возможности поснимать для вас каких-то красивых кадров. Я заметил, что мои напарники уже начали общаться возле точки выхода. Это был явный знак того, что они уже готовы закругляться. Но мне еще хотелось понырять. И как потом выяснилось, не зря. Мои предположения насчет нестандартного поведения рыбы в этот день подтвердились. К этому моменту я уже хорошо разнырялся и смог задержать дыхание подольше. Специально вставил тайм-код в этот фрагмент. Возможно, кому-то из вас пригодится такая информация. Как вы можете видеть, карп вышел на второй минуте лежки и вел себя при этом довольно спокойно. Но самое интересное, что в момент сплытия был еще один подход рыбы. Камера едва заметно сняла этот момент. Возможно, даже не все это заметят. Думаю, поэтому ребятам и не удалось в этот день увидеть рыбу. Ну что, очередная порция кайфа получена. Трофей для шашлыков есть, пора и мне заканчивать. В этом сюжете я покажу достаточно распространенную ситуацию, которая часто случается на подводной охоте. Летняя охота на течении с глубинами до 8-9 метров. Моей целью был сазан, поэтому другие рыбы, такие как лещи, судаки и прочие, просто проходили мимо. Но на очередном нырке я падаю и в крепком завале из деревьев вижу достаточно приличный хвост. Место достаточно крепкое и поведение рыбы в таких местах довольно спокойное. Поэтому без суеты стараюсь сделать эффективный выстрел, чтобы по возможности мгновенно поразить рыбу и избежать ненужной борьбы и последующего выпутывания. Гарпун, пройдя сквозь рыбы, застрелет в дереве. Это тоже довольно распространенное явление, даже при условии использования такого наконечника, как корона, либо использования регулятора боя на ружье. Попробовал выкорчевать гарпун на этом же нырке. Но у меня не получилось, поэтому всплываю и разматываю катушку. Катушка – это обязательный элемент комплектации подводного ружья. Уверен, что лишней она не будет ни в одном из вариантов подводной охоты. Идеальным решением в такой ситуации будет так или иначе закрепить ружье на поверхности. Это можно сделать, как положив его в лодку, либо закрепить на буйке, либо просто оставить его плавающим, так как они в основном с пенопластами положительную плавучесть имеют. Но ни в коем случае не нырять вместе с ружьем, так как при опускании вниз шнур складывается вдвое и образуется петля, в которой можно запутаться. Поэтому сначала снять фонарь с ружья, подготовить нож, а уже только потом аккуратно по натянутому шнуру спускаться вниз, чтобы выкачивать гарпун, либо выпутывать рыбу, если она успела запутаться. Если вы ныряете с напарником, то не лишним будет его подозвать к себе, объяснить ему ситуацию и попросить его подстраховать в тот момент, когда вы будете нырять за рыбой. В моем случае я нырял один, поэтому выдержав хорошую паузу, чтобы рыба успокоилась и снесло поднятую муть, зафиксировал ружье на буйке, подготовил фонарь и нож, и только после этого нырнул вдоль натянутого шнура и очень спокойно, без суеты, выкорчевал гарпун с рыбой и всплыл наверх. Друзья, экспериментируйте, пробуйте, и вам обязательно будут попадаться вот такие мощные, красивые трофеи. Используйте правильное снаряжение, как показалось сегодня это ружье, такая маленькая, компактная малышка. Это пробивает нормально, реальную, серьезную рыбу. Настоятельно рекомендую. Ради таких моментов вообще стоит заниматься подводной охотой. Ни с чем не сравнимое впечатление получает человек, когда приезжает на природу вечером. Такие эмоции, такие планы, такие виды вообще. Редактор субтитров А.Семкин Очень спокойное поведение этой крупной щуки, в который раз доказывает, что рыба лояльно относится к присутствию ныряльщика без ружья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Красивые кадры стали для меня чем-то более ценным, нежели добытый трофей. Особенно если удается заснять что-то необычное или уникальное. Редактор субтитров А.Семкин Остановился на таком середнячке. Данная модель костюма это Katran Gun Hunter 7 мм. Короткие штаны. В моем близком украшении оказалось уже несколько человек в нем ныряют. Один из них уже два сезона и нареканий по костюму не было ни у кого. Более того, мое личное отношение к изделиям этим это обычная униформа, которую желательно по возможности менять хотя бы раз в два сезона. Я иду по пути в том числе и прайса. А у этого костюма цена вообще более чем доступная. Уже наступила зима, выпал снег и он практически даже не тает. Мы видим обычную среднестатистическую зиму. При этом вода чистая все еще никак не придет. Получается такая нестандартная ситуация. Уже нужно одевать теплое зимнее снаряжение, практиковать все варианты поисковой зимней охоты. Но условия такие как летом. Сейчас ближе подойду к воде и еще раз посмотрю. Может быть сегодня хоть немного вода стала чище. Ну что, посмотрел, так как и подозревал, такая метр-полтора максимум. И то, наверное, с фонарем. Может быть, виной этому сильное течение просматривается. Частицы, которые плывут достаточно с хорошей скоростью. Может из-за этого вода никак не отстоится. Может другие какие-то факторы. Но в любом случае вода чистая к нам все-таки дойдет с какой-то паузой. А пока имеем то, что имеем. Поэтому если нырять, то в таких условиях. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, что-то как-то просела активность с вашей стороны. Давайте поддерживайте лайками, репостами. Ну и увидимся в следующем сюжете.